Девушки отдыхают Я слышал этот ритм, не мог даже пошевелиться, потому что я стоял и просто слушал, как это звучало. И я понял, что ритм имеет на меня очень серьезное воздействие. И я решил попробовать. Я добрался до барабанов, и у меня сразу полилась музыка. Я реально играл ритм. Я пошел в грув. Вот так произошло первое мое знакомство с музыкой. В аранжировках я очень четко чувствую ритмику. Я уже вижу сессию музыкальной аранжировки немного по-другому. То есть я не могу сказать, что я отталкиваюсь от барабанов, но, по крайней мере, грув, ритм секции и даже ритм инструментов играет для меня особую роль. И это мне очень помогает в создании музыки, аранжировки. Я даже музыку пишу, сочиняя уже с другим взглядом, получается, нежели другие люди. Нужно научиться петь. Если я хочу, вот я, например, хочу ритм какой-нибудь записать, думаю, с чего мне начать. Я сразу думаю так, какая будет примерно песня. Я сразу начинаю. И погнали. И сразу пошел бас. Я уже слышу бас. Я уже сразу бас пою. Вот. И в голове я уже начинаю складывать, например, уже бас, барабаны. И потом поехали в следующей партии. И вот это я пою, и я могу быстро это записывать. Узкая направленность. В медицине это полезно, в музыке это во вред. Композитор, музыкант, аранжировщик, он должен быть настолько универсальным, он даже не должен задумываться о стиле и направлении. Он должен делать то, что он конкретно хочет и то, на что его тянет. И тянет ничего не должно ограничивать. Никаких рамок не должно быть. Формат приложится. Я обслуживаю клиентов, которые приходят, и их материалы мне действительно нравятся. Или мне приходит по вкусу то, что они делают. Вот это мой клиент. Есть два вида аранжировщиков, или самопродюсеров, или как сказать еще. Одни, которые конверщики, производительность по количеству у них больше, как обычно, практика показывает. Но качество и действительно КПД на самом деле, конечно же, у тех, кто делает в свое удовольствие. Во всем мире люди ценят изюминку, то есть индивидуальность. За изюминку в музыке нужно нырять, как за жемчугом. Это пропасть. Но туда нырять надо. Субтитры подогнал «Симон»